Всем привет, ребята! С вами Борода. Мы продолжаем радовать вас новыми интересными играми. И, бороздя интернет, я постоянно ищу что-то новое, что-то интересное для вас. То, чего ранее вы не видели. Так, тихо. Как здесь поуменьшить громкость? То, чего ранее вы не видели, не встречали. То, что может как-то вас заинтересовать. И то, что вообще, ну, хоть немножко, но играбельно. Как по мне, эта игра, которая сейчас на ваших экранах, достойна внимания. Весьма неплохая. Хорошо. Игра называется Total RPG. Первое сравнение, которое у меня пошло с ней, когда я вот проходил обучение, тренировочку, тут первый уровень зачистил, чтобы влиться в нее, понять вообще, что она из себя представляет. Это некий такой вариант мобильного Elden Ring. Ну вот, 100%. Я вам гарантирую, что эта игра очень сильно на нее похожа. Поэтому, если у вас есть такое желание, вы хотите играть в Elden Ring, но у вас нету ПК или нету денег, чтобы ее приобрести. Вы, конечно же, можете скачать эту игру. Она совершенно бесплатная. Она в открытом доступе в Play Market. И вы реально будете удивлены. Это приятная игра, которая будет вам по кайфу. Я выбрал класс Разбойника. Еле-еле вот вывожу второй уровень, получается, подземелья. Игра начинается с того, что тебя сразу же бросают в данжу. Первый этаж, первый уровень, получается. И ты начинаешь обучение внутри этой данжи. Я прошел первый уровень, перешел на второй. Обучение закончено. Дальше я продолжаю зачищать эту локацию и искать предметы на этажах. Соответственно, это тоже некая стадия обучения. Потому что это первичная данжа, которая ни на что не влияет. Особых квестов здесь нету. Ничего в этом духе тоже. Поэтому продолжаем изучать игру. Я предлагаю вам углубиться и насладиться этим жанром. Давно не было никаких годных RPG-шек с открытым доступом. С нормальным миром. Как я и говорил, я выбрал класс разбойника. Всего предоставляется три класса. Первый класс это воин. Второй класс разбойник. И третий класс это лучник. Ну, разбойник мне понравился больше всего. Идет пара мечей. В принципе, неплохо. До момента второго уровня я, в принципе, со всеми справлялся. Но это и так понятно. Потому что это был тренинг. Вот сейчас на втором, конечно, посложнее. Здесь уже пошли мобы второго уровня. У меня только первый уровень. Пока никакого лута я не находил. У меня все базово. Как вы видите. Регенерация 0.70 всего на всего. А дэмэдж я наношу 13 единиц. Но это очень мало. Учитывая, сколько мне бросают сейчас другие мобы. И я еле-еле выживаю. То, конечно, тяжело. У меня есть несколько скиллов. Которые я стараюсь использовать не так часто. Потому что оно по-разному приходится. И когда в нужный момент у меня будет уже заканчиваться хп. Мне явно хп понадобится. И в такие моменты можно, конечно же, использовать навык. Так, хорошо. Пока справляемся. Пока единственная большая проблема у меня. Это огненные элементали. Ну, достаточно сложно. Если со скелетом более-менее. С синим элементалем тоже более-менее. То красный элементаль достаточно сложный. Так, много я сразу далеко прошел. Много набросал на себя. Так, 43 хп у меня осталось. Нету никакого восстановления. Ни фляг, ничего. Заметим. Музыкальное сопровождение тоже бодренькое. Приятное. И вот кто следит за каналом. Тот уже должен был видеть десяток видеороликов. Посвященных Elden Ring. Я думаю, вы можете с уверенностью сказать. Что игра действительно похожа на Elden Ring. Так, это нельзя разбить. Нужно бегать, искать здесь секретики. Потому что сундуки распиханы рандомно. Так, вот 50 монет я получил. Так, на 15 секунд. Есть бусты, но какой смысл с этого буста, если я-то далеко от мобов. Поэтому на бусты не обращаем внимания. Так, что здесь? Закрыто. Ладно. Хорошо. Там мы видели, открылась новая дверь. Поэтому будем следовать туда. Вот слева. И там вроде бы еще одна открылась. Я думаю, мы туда тоже возвратимся. Хорошо. Хорошо. Понемножку. Тихо. Не умирать. Хорошо. Вроде бы больше ничего нет. У меня хп явно не восстановится до конца. Поэтому не обращаем на это внимания. Думаю, будем драться так. Вот здесь никакого буста. Так, у нас упыри пошли. Это новые мобы. Ранее с ними еще мы не встречались. Хорошо. Но они, кстати, очень слабые. Так, есть. Левел ап. Хорошо. Надо будет посмотреть, что там дают. По-любому должен быть какой-то перк. Так, давайте посмотрим. Так, 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 так. Артефакты, зачарования. Здесь ничего нету. Маски. Тоже ничего нету. Так. А как тогда посмотреть мой уровень? Распределить какие-то очки? Или оно автоматически распределяет? Или же здесь просто нельзя, пока ты в данже находишься? Че, разберемся. Посмотрим. Так, что там у нас наверху? Может, какой-то сундучок дозапрятали? Так, хорошо. Песочные часы времени. Возвращайтесь к выходу, отмеченному на квартире. Хорошо, так. Это то задание, которое у нас, получается, было. Вот мы нашли. Так, вот я сундук нашел. Хорошо. Ищу сундуки, потому что надеюсь, что какой-то артефакт выпадет. Не может такого быть, правильно? Чтобы мы прошли целую данжу и нам ни один артефакт не выпал. Поэтому сейчас будем смотреть. По-моему, только один сундук здесь. Не, пока только деньги падают. Ну, деньги тоже неплохо, потому что за эти денежки... Так, не сюда, но... За эти деньги мы, в принципе, сможем прикупить себе какое-то оружие, я думаю. Обязательно напиши, играл ли ты в мобильный Elden Ring. Если играл, то как он тебе. И оставь себе комментарий. Это очень важно. Не забывай подписываться, кликать на рекламу. Это все твоя поддержка для меня. Я так понимаю, здесь должен уже быть выход. Но меня встречают обратно мобы. Хорошо. Хорошо. Руна на урон. Это всегда великолепно. Отлично. Отлично. Так, слышал, дверь открылась. Ничего. Да, вот и наш выход. Хорошо. В безопасную зону, получается, я выполнил квест. Сейчас сдадим его. Так, рад видеть тебя. Здесь живым воин. Один из выживших братьев сообщил нам, что на пятом этаже было замечено очень опасное создание. Мы его назвали Шипастый. Судя по всему, Шипастый руководит вторжением на нижних уровнях башни. Так, вот наш первый босс, который будет ждать нас на пятом этаже. Для начала нам необходимо расчистить путь до него. Так что у нас есть еще время подготовиться. Мы постараемся узнать больше об этом злодеи. Помоги нам остановить его. Хорошо. Так, здесь я брал квест. Я получаю молоток кузнеца и рубин. Хорошо, заберем. Есть ли еще у тебя задания? Попробуйте дойти выход из лабирита, уничтожая врагов до своего пути. Окей. Второй раз уже ведусь на эту хрень. Беру квест и забываю, что подтверждая взятие квеста, тебя сразу же перебрасывает в него. Я хотел посмотреть на какое-то оружие. Вдруг бы я что-то там интересное нашел. Потому что сейчас мне крайне сложно уже играть. А здесь где еще и третьего уровня, то это прям проблема. Тихо. Мне надо вертушечку. Хорошо. На дамажил, но никого не убил практически. А вот мне интересно, они будут постоянно респавниться? Может мне просто нужно убегать? Да и все. Потому что как бы их очень много. Смотри, обратно зареспавнился. Командир третий уровень. Валит он нихреново. Офигеть. Так, моя основная задача. Найти выход. Ну и конечно с десяток сундучков было бы неплохо. Просто боюсь, что они все равно будут за мной идти. Получается. Музыка такая страшная и такая громкая. Надеюсь мне слышно. Немного еще поубавлю. Потому что есть ощущение, что музыка в игре будет громче, чем я. И из-за этого будет малость неприятно смотреть. Так, ну пока тихо. Возможно я уже перебил всех мобов. Так, ящеры пошли. Это мне не нравится. Слишком они какие-то яростные. Так, хорошо. О-о-о. Дело дрянь, конечно. Но тут я наверное и помру сейчас. Тихо. Но они респавнятся постоянно. Как их можно убивать, если они будут постоянно респавниться? А постоянно выжидать обновления этого навыка я не могу. Тихо. Ну тут уже получше сейчас было. Но тут еще бегут. Не, ну давайте на пробежку. Давайте попробуем. Так, тут я вижу, что тупик. Ну возможно есть сундук. Но сундука нет. Но я могу вот так вот сделать. Ай. Лучник, 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 лучник. Ага. Съели. Вот так вот. Я не так прост. Что вы думали? Мы сдаваться не будем. Я почти лодеринг прошел. Так что не тут-то было. Но игра атмосферная вообще пушечка. Так, стоп. А что в этой стороне? Не может быть, чтобы был только один сундук. Тут как раз... Ничего, смотри. Странно. Карта как раз заканчивалась. Хорошо. Так, тихо, мимо. Но тут, скорее всего, так и нужно играть. Если у тебя невысокий уровень, то я думаю, тебе так и приходится здесь отыгрывать. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшные-то какие. Главное, чтобы меня выпустили, а не пришлось мне потом по итогу со всеми драться. Потому что, может быть, так окажется, что выхода нету, пока ты не убьешь всех. Тихо. Ушел. Пошли дальше. А, вот и выход. Хорошо. Ну, можно тогда немного еще пофармиться на них. В принципе... О, вот. Еще один сундук. Я знал. Он должен был быть. Отлично. Давай. Пока у меня идет дамаг высокий. Можно и поиграться. Ай. Запорол я навык только что, конечно. Ух, тихо. Тихо. Умирать нельзя. А вы что? Мы тут как бы уже прошли. А что у нас тут? Может быть, еще сундук? Нет, ничего нет. А тут? И тут нету. Ну ладно. Чего что-то. Хорошо. Хорошо. Ну, почти все. Я думаю, гончу и одолею. Один на один. Еще что-то бежит. Упыря тоже упыри слабые. Хорошо. Не так цокает смешно. Ну все. Ну все, в принципе, мы квест закончили. Открывайся. Давай в безопасную зону. Так. А теперь самое главное. Нужно не подходить, задавать квест. Так. Один из наших бывших очень талантливых ученых. Дарстонар. Право, согласил себя королем нового мира. Он научился управлять разумами существ этого мира. И теперь они прислуживают ему. Монстры проникают в башню через наши порталы, которые мы используем для быстрого перемещения по землям королевства. Дарстонар знает, как открывать эти порталы. Поэтому мы вынуждены их закрывать. На некоторых этажах есть порталы. Сыкрыть их можно путем уничтожения магических кристаллов, питающих их своей энергией. Так. Окей. Обратимся обязательно. Только дай мне вот посмотреть, что мне тут будут предлагать. Так. Приветствую, воин. Здесь, в кузне, я могу улучшить твое оружие или доспехи. Первые три раза я смогу улучшить оружие или доспехи за золото. Дальше улучшать предметы сложнее. Поэтому для каждого следующего улучшения мне также будут нужны зачарованные молотки. У нас, кстати, один есть. Ты сможешь найти эти молотки на этажах по всей башне. Также я могу зачаровать твое оружие или доспехи, чтобы придать им дополнительные багические свойства. Для зачарования мне понадобятся багические камни. Ты сможешь найти их на этажах по всей башне. Самые могущественные камни, которые мы называем реликтами, я могу зарядить дополнительной магической энергией. Эту энергию можно вытянуть из простых магических камней, разрядив их и перенаправив в реликт. Зарядив его, что усилит его магические способности. Первые три раза я легко смогу зарядить реликт. Но дальше магическая энергия становится менее стабильной. И зарядка может не удастся. Ну, короче, понятно. Крафт, заточка, все как обычно. Так, а покупать-то можно что-то? Как бы... Вот, торговец, отлично. Так, стоп. У меня... Какой у меня меч? Так, это все, что... Все предметы, да? Все, что у меня есть. 1-7 дамага и 2-7. То есть два идентичных меча, которые в совокупности дают мне 13,9 урона. Хорошо. А что мы можем посмотреть тогда у него? Сколько? Этот за рубины уже. У меня только 2 рубина. Этот сразу же мне предлагает покупать за рубины. Листаем дальше. Видим железный за 2 тысячи. У меня 5 тысяч. Хорошо. Вот меч за 10 тысяч. 5 тысяч 15 дамага. Но здесь плюс 4 и плюс... Их2 получается крит или что-то в этом духе. 50 тысяч. Но оказывается у меня не так много денег. Хорошо. Я думаю, я могу купить 2 меча получше. В совокупности это будет 30, что в 2 раза больше, чем у меня сейчас. Стоп. А какой я говорил? А, ну вот, на 12 дамага. 24 дамага в совокупности. 2 меча я могу купить. Это неплохо. Ну, я так считаю, по крайней мере. По-первых, мне явно будет достаточно. 100 тысяч. Серьезно. Кстати, я купил оружие. Там уровень-то подходит мой? Да вроде бы да. Не знаю. Сейчас будем смотреть. Так, хорошо. 2 меча, которых я прикупил. Минимальный уровень персонажа 3. Так, не подходит. Хорошо. Но 1 уровень это не проблема. Я думаю, сейчас мы это сделаем. Так, закройте все порталы. Хорошо, поехали. Не облажался нормально. Подойдет чуть-чуть позже. Всего-то прокачать 1 уровень. У меня он почти уже взят. Я думаю, сейчас мы пока зачистим. Получим. Так, теперь мне, я понял, золота нужно побольше. Надо все бомбить тогда. Хорошо. Пошли сюда. А что тут двери уже открыты? Я здесь был, что ли? Так, закройте все порталы до этого этажа. Следите за индикатором расстояния. Хорошо. Индикатор расстояния. Обязательно. Все двери открыты. Что, как где искать? Немного сложно. Так, сундук. Хорошо. Я так понимаю, лут в игре здесь так не выпадает. Поэтому можно спокойно, наверное, покупать мечи и не беспокоиться. Потому что я вот купил. Теперь у меня сейчас такая мысль, что с какого-то из сундуков все-таки выпадет. Ну, зато по идее, если я сейчас в игре вот прям качну, так вот они, хорошо. Четвертый уровень. Да, ты издеваешься. Надо сразу просто эти разбомбить, потому что сейчас их навыбегают отсюда. Хорошо. Портал закрыт. Теперь осталось только этих убить и все. Давай, 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 давай. Отойдем. Так, адского пса добить. Хорошо, справились. Отлично. Так, все, этот портал закрыт. Один есть. Сколько еще, интересно. Двигаемся, двигаемся. Так, бочечка. Хорошо. Все, главное сразу же закрыть портал и ни на что не отвлекаться. А потом все остальное. С мобами разберемся. Так, второй. Сразу же бегу. И есть кристалл. И есть кристалл. Кружок намотаем. И есть кристалл. Ай-яй-яй. Зажали. Хорошо. Разобраться. Давай, 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 давай. Отлично. Супер. Так, два есть. Тут нету сундука. Нету, но есть бочка. Да, отлично. Плюс 72. Ну, конечно, 100 тысяч на броню накопить, это что-то с чем-то. Это чересчур, как по мне. Ну, посмотрим. Возможно, дальше пойдет еще быстрее. В принципе, мы вот три уровня зачистили. У меня уже было пять тысяч. Наверное, это не так и много для этой игры. Просто сравнивая с тем же Elden Ring'ом, то пять тысяч, сто тысяч, это прям много достаточно. Так, хорошо. Мне нравится, разбиваешь вот обычные бочечки, а там куча денежек валяется. Это приятно. Так, вижу еще один портал. Хорошо. Погнали. Жаль, что не написали сколько всего порталов. Ну, пока идут отсюда скелеты элементария, это терпимо. А вот если пойдут ящерицы, то это будет проблемно. Как по мне, ящерицы достаточно сильные противники. Так, там понятно. Надо посмотреть в этой стороне. Так, вот видишь, не зря пошел сундучок. Хорошо, плюс 75. Парадокс, из сундука падает меньше золота, нежели из обычной разбитой бочечки. Вот 87, пожалуйста. Просто не сундук. Почему так, не знаю. Так, что у нас здесь, ничего нет. Ну, вроде бы здесь не были. Так, есть портал. Хорошо, поехали. Разбил. Разбил. Давай, давай, давай. Только один вышел. Вообще нельзя. Отлично. Ну, так это нам повезло прям. Хорошо. Это мы быстро справились. Мы молодцы с тобой. Двигаем. Ящичек заберу. Хорошо. Посмотрим, что у нас тут. Большая зала такая. Ну, кстати, портала тут нет. Ни портала, наверное, ни сундука, да? Да, ничего нет. Возможно, тут наверху что-то будет. Вот. Я знал, что для меня тут что-то. Пристерегли. Хорошо. Забрал. Отлично. Кстати, я искал и устанавливал игры. Те, которые не особо популярны. Недавно вышли. И у них нету больше 100 тысяч скачиваний. В приоритете вообще были игры до 50 тысяч скачиваний. Ну, чтобы игра была максимально новой, максимально малоизвестной на данном этапе и перспективной в дальнейшем. То пока нашел только вот эту, еще несколько, но со всех, что нашел, это самая крутая. Потому что я уже отснял видеоролики на все. То смело могу заявить, что это реально, ребята, стоящая игра. Поэтому обязательно попробуйте. Так, здесь мы уже были. Получается, все. Мы все закрыли. Возвращайтесь к выходу, отмеченному на карте. Ну, так я отсюда пришел. Это не мой выход. Ладно. Пошли теперь. У меня задача номер два. Найти выход. Возможно, здесь наверху. Да, совершенно верно. Хорошо. Так. В безопасную зону. Справились с еще одним заданием. Кстати, а уровень-то мы не получили. Путь через этот этаж заблокирован огромным шипастым монстром, о котором я тебе рассказывал ранее. Ты смог одолеть его слуг. А теперь настал и его черед. Мы узнали, что его шипы выделяют ядовитую слизь. Так что старайся избегать попадания в нее. Будь осторожен. Отлично. Так, опыт получил. Левел получил. Могу использовать новые мечи. Великолепно. А он что, двуручный? Не понял. Получается. Получается, что да. А, нет. Вот, все. Просто отметочку нужно было сделать в две разные руки. Понял, принял. Хорошо. Но эти клинки, ребята, мы с вами испробуем уже в следующем видеоролике. Как раз там и убьем первого босса, шипастого. Не забывайте подписаться, оставить комментарий. До скорых встреч.